Сегодня Союз Добровольцев Донбасса будет проводить вручение нагрудных знаков Крест Доброволец Донбасса и медали Республики за отвагу. Медали были приурочены к празднованию и к мероприятию на Саурмогиле, но, к сожалению, по долгу службы некоторые не смогли прибыть, поэтому будем сегодня вручать в Донецке. Друзья, вы здесь, вы держитесь. Кто-то воюет на передовое, кто-то уже нет, но все равно так или иначе что-то делают для Донбасса и для России, потому что Донбасс это часть России, только это русская передовая. Я хочу вам всем сказать спасибо за то, что вы здесь и за то, что вы держитесь. Но мы тоже, в общем, стараемся, как дали. Я остаюсь в стороне, мягко выражаясь. У нас есть свои своеобразные бои, есть своеобразные в этих боях победы, политические победы иногда. Есть поражение, есть то, что мы еще не сделали. Ну, а всем нам вместе предстоит сделать одно большое дело, то, которое мы в 2014 году начали, то, которое пока не закончено. Я считаю, не закончится, пока мы не дойдем к Киеве. Потом мы можем считать, что то дело, за которое взялось в нашем Донбассе, завершено. Когда мы сможем вздохнуть в Киеве, можно даже уйти на заслуженный отдых. Ну, это, конечно, я с настаиваюсь и живу. С настаиваюсь и живу. Надеюсь. Ну, а пока хочу сказать, что дело большое еще не наделано, но некоторые победы у нас уже были. И вот в трудных бульях, сегодняшних трудных бульях, забывать об этих победах. Нам нельзя, иногда честное отмечать тех, кто получает сейчас, по прошествии, довольно большого количества времени, надо сказать, заслуженные награды. Поэтому я перед тем, как вручать кресты Союза Донбасса в Донбассе, сначала мы с Андреем Юрьевичем будем вручать государственные награды Донецкой народной исполнике. Ну, а для этого Андрей Юрьевич тоже скажет. Ну, еще раз поздравляю с праздником. Конечно же, этот праздник очень символичный. Когда мы с Александром Юрьевичем решали, когда приехали в ДНР, причем было несколько. Понятно посмотреть, что на самом деле происходит, начиная от ситуации со Старем Маринкой, потому что много разговоров, спекуляций на эту тему. Ее пытаются, эта история, сделать частью большой политики. И, конечно же, мы все рассчитываем на некую разморозку процессов. Но, с другой стороны, если брать аналогию 400-летней давности, тоже уже не за один день проблему решили. И, поверьте мне, я даже читал исторические книги, я думаю, тоже вы с ними знакомы. Знаете, что вот это чувство обреченности, потери Родины, оно в то время преследовало тоже русский народ. Но смогли собраться, смогли переступить через себя, через вот это всеобъемлющее разрушение. Я согласен с Александром Юрьевичем. Ведь что такое современная Украина? Это тоже геополитический проект по восстановлению перезагрузки Речи Посполитой. То есть, по сути, той же Польской империи, главной целью которого являлось сдерживание России и недопущение формирования Российской империи. Ровно 400 лет прошло, ровно то же самое мы наблюдаем сейчас. Главная задача Украины – это, по сути, польшевизация Украины с целью формирования фашистского, антироссийского, ну, квази-польского, с точки зрения вот той системы ценностей, которая есть в современной Польше, государства, то есть недопущение формирования русского мира. Но русского мира есть свое оружие. Это мы с вами. Поэтому с праздником награждаемых и с заслуженной, давно ожидаемой наградой. Поздравляю, Александр Владимирович. Служу народу республики. Служу народу республики. Служу отечеству. Служу отечеству. Служу отечеству. Служу отечеству. Служу православному отечеству. Служу донецкой народу республики. Служу отечеству. Служу отечеству. Поздравляю. Служу отечеству. Я вас всех поздравляю и с праздником. Тех, кто получил кресты с крестами Советского Доброводства Донбасса. Тех, кто получил государственные награды на Донецкой народной республике. Тех поздравляю особо с заслуженными государственными наградами. Спасибо. Спасибо.